В России уже холодно, сейчас зима. Но я хочу купить одежду, но в торговый центр не может прийти просто. Но у меня нет QR-кода, не может. С такой же ситуацией столкнулись и другие иностранные студенты во время ограничений в России. Даже если прививку они поставили у себя на родине, без СНИЛСа и полиса QR-кода они не получат. Хотя уже 15 ноября вход без этих документов для всех будет закрыт не только в ТЦ, но и в кинотеатры, фитнес-залы и другие заведения. Естественно, мы хотели бы, чтобы они могли, имели все права такие же, как и россияне, чтобы они могли заходить во все магазины, могли ходить беспрепятственно в кино, в кинотеатры. Но, к сожалению, возникают некоторые проблемы в связи с этим. То есть они могут вакцинироваться, но при этом у них QR-код, который не работает, либо они не могут вакцинироваться вообще в поликлинике. То есть пока вопросов больше, чем ответы. Вакцинироваться бесплатно иностранцы пока не могут. А потому местом, где можно за деньги поставить прививку и как следствие получить справку для входа в общественные места, стала клиника «Аскамед». Для вакцинации здесь используют однокомпонентный спутник «Лайт». Было выделено 2200 доз. Мы их закупили, сформировали стоимость 1200 рублей. И первые пришли студенты-медики, на очереди студенты других наших учебных заведений, где есть иностранцы. В сведения вносится федеральный регистр привитых лиц. По итогу иностранные граждане получают сертификат. Им можно будет воспользоваться, как и QR-кодом. Но даже не ради последнего пришел сюда, говорит студент Али из Ирака. Больше переживаний за свое здоровье. Тем временем одному из студентов повезло. Имея паспорт Египта, ему все же удалось поставить бесплатную прививку в одном из торговых центров города. Там меня спросили про документы, только про паспорт. Они сказали, что у тебя какой паспорт? Российский? Я сказал, нет, меня сегодня оставили. Одна укола. Это субботник «Лайт», по-моему, да. Вместе с прививкой Махмуд получил и справку. Закончится ли на этом приключение иностранцев России – пока вопрос. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком.